Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о сути болезни. Врачи очень правильно говорят, что болезнь вся от нервов, то есть от нервной системы, от ее разбалансированности. Но такое исключение делают материалисты. Сами же врачи говорят о психосоматических заболеваниях. Психос по-гречески душа, сома, тело. Так вот, если тело болеет от души, от проблем души, можно так техническим языком говоря, что сначала нарушается поля человека, портится его настроение, он находится либо в депрессии, либо раздерганный, там какие-то эмоции отрицательные. Это и есть психос. А потом начинается уже сома, то есть болит тело. Так вот, механизм передачи, скажем, от волн к телу я постараюсь объяснить. От страхов разрушается район солнечного сплетения, возникает язва желудка, возникают проблемы печени и окружающих органов. Далее, если человек обижается часто и испытывает какие-то элементы эгоизма, у него начинает разрушаться район сплетения шейного, тогда и бронхиты часто бывают. Вот поэтому каждый конкретный набор эмоций приводит к определенным там сдвигам и в соматике, то есть в теле. Тело состоит из материи. Материя выше, чем скорость света, не обладает скоростью. И поэтому атомы, которые слагают клетки, клетки слагают органы, вот эти атомы, они поддерживаются в балансе именно этой волной, то есть со скоростью 300 тысяч км в секунду. А разрушение идет, скажем, страхом, обидой или завистью или там тщеславие. Происходит на более быстрой волне, поэтому атом не выдерживает этого давления, ибо формула импульса, масса на скорость совершенно иная, скорость другая. Отсюда идет смятие атомных структур, то есть этих микрочастиц, и тогда электрон уже не летает по той орбите или там по тем уровням, на котором он должен быть, он такой дерганый, и траектория совершенно иная, неправильная, негармоничная, несбалансированная. Дальше, если начинаются эти высокие амплитуды волн, их частота и длина волны немножко там другая, поэтому и смятие внутриядерных происходит структур, то есть разбалансировка протонов, электронов, их внутренних связей. Из этих атомов изуродованных, клетка, конечно, состоя из этих атомов, она на уровне биохимии дает, скажем, анализы плохие, то есть нарушение обмена веществ, то есть нет выноса из клетки шлаков и нет внесения питательных веществ, то есть клетка перестает дышать. То есть на уровне биохимии врачи отмечают, да, тело больное, но сначала поля разрушаются, а поля разрушаются от эмоций, потому что они не гармоничны. Тот поток жизни, который идет от Бога и питает и делает наш понятием биологический организм, вот этот свет, который идет, мы не должны сами искажать, а мы искажаем вот этими греховными эмоциями. И еще раз я говорю, что, скажем, обида противозаконна для верующего должна быть. Если человек не верит, конечно, он может обижаться и так далее, а верующий понимает, что на что обижаться, если ты сеял в свое время колючки, они теперь взошли богатым урожаем. Идет ответственность и обижаться неуместно, потому что обидой ты противостоишь фактически Богу. А кого обижаться? На собственные грехи? Вот они к тебе и пришли. Перестань грешить и перестанешь получать в ответ вот эти все воздействия судьбы. И вот поэтому болезнь, она полностью нами заслужена. И можно так сказать, все болезни от нашей вредности на уровне знания настоящего духовного, а уж на материалистическом уровне, да, они все от нервной системы. Но нервная система разрушается от нашего невежества духовного, что и, собственно, доказано опытом достаточно многих людей. Ведь голова и мозг наш, он воспринимает определенные идеи. И если мы живем одним мозгом, одним интеллектом, то интеллект наш, к сожалению, увлекаясь какими-то идеями, следует им. И тогда, если идея ошибочна, то у нас начинаются опять те же самые искажения, которые я и говорил. Мы не правы, мы не по закону, мы незаконные какие-то идеи применяем. Соответственно, и главный командир наш мозг начинает давать сбой. Отсюда, когда генеральный, как говорится, компьютер дает сбой, тогда остальные все структуры начинают искажаться. И в сумме мы начинаем болеть. Только от одних ложных идей. Вот если мы показали, что наше общество счастливое, сытое, радостное, и всегда друг другу благо несет, тогда да, это наша религия, наша нация показала бы, как правильно жить. Но ведь этого нигде нет, ни в каких мирах, ни в каких религиях. В чем же дело? Вот это и есть ложные идеи, которые человек, к сожалению, увлекается ими и начинает страдать. Сам виноват человек. Не надо никого винить. Ни президента, ни строй, ни церковь, ни каких-то других, ни соседей, никого не надо винить. Виновата каждый человек. Его личная позиция. Он не прав. И искать надо здесь беды. То есть в себе надо найти те ростки, ту пятую колонну, уничтожить ее. И тогда будет построена личность. И вот из суммы этих личностей будет нормальное, здоровое и счастливое общество. А вот этим человек, как раз, и не занимается. То есть духовностью и нравственностью. Ну что ж, всего доброго и до следующей встречи.